Не больше двух банок сайры в одни руки. Цифра 2 ограничен и вес отпускаемой продукции. Провокационные посты в интернете, но именно они создают ажиотаж и панику. А мы решили проверить на себе, сколько же дадут консервов одному покупателю. Утро 19 марта. Один из популярных торговых центров города. Относительно малолюдно, но только в отдельных рядах. У некоторых точек очереди. Основной наплыв покупателей здесь всегда к обеду, говорят торговцы. И традиционно одни витрины популярнее других. Вы не обращали внимания, что в связи с вестями о коронавирусе как-то изменились продажи? Меньше или больше стало покупателей? Какая тенденция на рынке? Людей стало так же. Даже, может быть, даже и меньше. Может быть, куда-то дома все или что. Продажи стали меньше. Наоборот, меньше. И людей в Уссурийске стало меньше, и машин стало меньше. Как-то спокойнее стало. То есть рекомендации воздержаться от мест массового скопления людей уссурийцы отчасти выполняют. Всеобщей паники в нашем городе нет. В изобилии и товары на полках. Причем можно брать в любом количестве. Главное, чтобы денег хватило. Всегда в сложные кризисные времена особым спросом пользовались крупы и консервы длительного хранения. Что ж, товар в наличии есть. Узнаем, сколько стоит сегодня килограмм гречки. Килограмм гречки стоит 70 рублей. Это меньше или больше, чем вчера, например? Так же. У нас только риск подорожал на 5 рублей. И все. А расскажите, ажиотаж какой-то есть? Не наблюдали, что покупатели больше спрашивают что-то? Ну, вообще, да, заметила. Вот эти два дня, даже с понедельника начиная, да, заметила. Лучше торговля стала. Гречка 70 рублей за килограмм, рис приморский 62, а вот сахар стал на 8 рублей дороже. Склады пополняются регулярно и панических настроев среди продавцов нет. Но если поставщики поднимут цены, следовательно, перепишут ценники и на витринах. А вот разговоры об ограничениях продаж здесь считают скорее анекдотом. На рынке на данный момент дефицита продукции не наблюдается. У нас все стабильно, постоянно, без ажиотажа. То есть, все желающие что-то приобрести, ассортимент также широк, выбор богат. Приходите, покупайте. Серьезный рост цен руководство рынка не может спрогнозировать. Ведь правила торговли устанавливают не здесь. Собственно, как и регулярность поставок. Накануне на этот счет высказались специалисты администрации Приморья. Заявив, что в торговой сети края дефицита на товары нет. Но отмечен повышенный спрос на некоторые наименования. Куда как раз попадают крупы, рыбные консервы, сахар и тушенка? В центральной части страны жители впадают в панику, опустошая полки. Дойдем ли мы, усырийцы, до этого? Зависит от каждого из нас. А я напоминаю, берегите свое здоровье. Чаще мойте руки. Особенно после посещения общественных мест. Ольга Муравьева, Алексей Шиповалов, Телемикс.